получили его по льготе, на льготных условиях, в целях решения жилищных проблем инвалидов. Они получили этот земельный участок, более того, они освобождены в течение первых трех лет владения от уплаты земельного налога. Теперь этот земельный участок желает приобрести молодая семья. Возникает много вопросов, как оформить сделку, дальше сохранится ли вот этот льготный налоговый период, в течение которого не платит собственник земельного участка налог на землю, а налог ни много ни мало составляет 120 тысяч рублей. Успеет ли молодая семья к осени этого года построить на нем дом на этом земельном участке или не успеет? И вот мы начинаем ходить по агентству недвижимости, оно достаточно большое, задавать этот вопрос разным агентам. Первое, что мы замечаем, что до клиента никому нет никакого дела внутри агентства. Они все бегают, суетятся, все названивают по мобильным телефонам и говорят, этот вопрос, извините, как вы сказали налоги, сначала дают ответ, а потом говорят, да, необходимо уточнить, вопрос относится к компетенции такого-то специалиста. Мы идем к следующему специалиста, который еще больше занят. Параллельно ведет несколько диалогов по мобильному телефону, опять бросает какую-то реплику, да, нет, надо предполагать, что да. Давайте выточним у директора, заходим к руководителю, директор опять с мобильным телефоном. И получается мы получили на свои вопросы пять разных ответов. Представьте себе, опасительные льготы. И наконец, когда я спрашиваю у клиента, скажите, пожалуйста, сколько заставляет экономия по цене этого земельного участка уступки от рыночной цены, которые вам готов предоставить покупатель. Понимаете, о чем речь, да? Если передается такой особенный объект, то покупатель может наставить на уступках. Мне ответили 300 тысяч рублей. Тогда я говорю, хорошо, вы представляете себе, сколько вы можете потратить на один год судебных тяжб по земельному спору, если сделка произойдет не так, как предполагалось. Но те же 300 тысяч рублей вы и потратите. То есть в виде расходов на услуги представителей, различных экспертиз, схождения по судам. Поэтому не связывайтесь с этим участком проблемным. И та же самая ситуация повторяется, Светлана Викторовна, при заключении сделок по ряду объектов на рынке недвижимости. Следующий пример это, допустим, квартира. Вы приходите к риэлтору. В квартире довольно хорошей, уютной, евроремонт, мебель. Вам сразу предлагают скидку 100 тысяч от рыночной цены. Вниз. Потому что продавец спешит. Второе. Вам предлагают купить мебель на льготных условиях. Примерно в два раза дешевле. Мебель современная достаточно. Холодильник на гарантии, стиральная машина современная на гарантии, микроволновая печь, гарнитур, телевизор и так далее. Все это вместе за 70 тысяч рублей. Просто цены получаются неправодоподобно низкие. И при условии, что вы рассчитаетесь до конца февраля месяца. Остались считанные дни. Сделка горящая. Планы семьи переехать в новый дом. Отстроенный. На следующий день с вами созванивается риэлтор. И представляя ситуацию как полушутя, как само собой разумеющееся, объявляет вам, что эта квартира продана владельцу дома. Что она продана как бы в обеспечение, в залог.